Здравствуйте, меня зовут Рапсу Наталья, я врач, кандидат медицинских наук, а по специальности педиатр, иммунолог-аллерголог и кардиолог. Если раскрыть капсулу со спирулиной, то вы обнаружите синий-зеленый порошок, похожий на удобрение, к тому же горький на вкус. Перед вами сине-зеленая одноклеточная водоросль, и количество полезных компонентов в ней поистине уникально. О ее полезных свойствах знали еще ацтеки, употреблявшие ее в пищу, особенно во время тяжелых физических нагрузок. Основное действие спирулины связано с очень высоким содержанием в ней антиоксиданта фикацианина. Именно он обуславливает ее синий-зеленый цвет. Кстати, его еще используют как краситель, хотя, на мой взгляд, это совершенно кощунственно. Многочисленные исследования показывают, что фикацианин – очень мощный антиоксидант с выраженным противовоспалительным действием. Антиоксиданты, как вы знаете, борются со свободными радикалами, теми радикалами, количество которых в нашем организме увеличивается, например, при воздействии таких факторов, как курение, дыхание выхлопных газов, интенсивное ультрафиолетовое облучение. Теми радикалами, которые запускают в свою очередь перекисное окисление липидов, которое касается любых мембран клеток, потому что любые клетки нашего организма содержат липиды. Теми радикалами, с которыми связывают старение и, кроме того, очень большой список самых разнообразных заболеваний. И вот фикацианин, как мощный антиоксидант, препятствует образованию этих свободных радикалов и таким образом предотвращает разрушение клеток, являясь таким образом универсальным защитником. Ему в помощь в спирулине находится бета-каротин, тоже очень мощный антиоксидант, содержание которого в спирулине, в частности, превышает содержание бета-каротина в шпинате в целых 40 раз. Кроме антиоксидантной защиты, фикацианин еще способствует укреплению иммунной системы, поскольку вовлечен в процесс синтеза лимфоцитов. Не менее важное свойство спирулина связано с высоким содержанием вне белка. Если ацтеки использовали ее в этом качестве с древних времен, то в США и Европе спирулина получила свою известность только в 20 веке, тогда, когда НАСА стали использовать спирулину в качестве пищевой добавки. Сейчас астронавты на МКС едят мюсли из спирулины и ягод с Годжи. Как и вегетарианцев и спортсменов-космонавтов, привлекает высокое содержание белка в спирулине, достигающее 70%. Коэффициент усвоения этого белка также максимальный среди всех вообще растительных продуктов. Он также составляет 70%. Этим, в частности, объясняются результаты исследований, которые показали влияние спирулины на мышечную силу и выносливость. При этом при расщеплении белка образуется еще очень много важных аминокислот. Одна из них, например, аргинин, участвует в синтезе оксида азота, который расширяет кровеносные сосуды и таким образом улучшает кровоснабжение сердца и снижает артериальное давление. Другие аминокислоты, такие как глицин и триптофан, способствуют улучшению настроения, улучшению качества сна и повышению умственной работоспособности. И заканчивая этот краткий обзор, не могу не упомянуть влияние спирулины на больных с сахарным диабетом. Длительный прием спирулины на 1% снижает уровень гликированного гемоглобина. И это объясняется тремя свойствами спирулины. При ее переваривании образуется особый пептид, который способствует синтезу инсулина. Спирулина уменьшает инсулинорезистентность тканей, и они таким образом становятся более чувствительны даже пусть к более низкому содержанию инсулина, чем хотелось бы. Тому инсулину, который способствует, является проводником глюкозы из крови в клетке. Этикспирулина содержит клетчатку, которая также способствует уменьшению уровня сахара в крови. Кстати, именно высокое содержание клетчатки объясняет также эффект по снижению веса у тех людей, которые принимают спирулину. Для реализации всех тех эффектов, о которых я сказала, принимайте по 6 капсул 3 раза в день во время еды.